ну что ж друзья волшебная реальность с нами да я не знал что я буду именно это говорить именно к этому стремиться к тому чтобы к волшебству каким-то значит таким скажем так альтернативным ходом способом всевозможным котовым норм как говорится но это факт и вообще я постоянно про это говорю я всегда считал себя человеком конструктивным ну таким практикам а получаюсь просто-напросто маховым мистиком но смотри вообще вот скрипичный мастерский михалыч нас drin которого я хотел на интервью но я думаю что это состоится конечно может быть к зиме так скажем вот он сказал замечательную фразу мистика говорит а где ее нет то есть она везде и во всем ну вот это один взгляд второй взгляд у валерия брюсова я про это постоянно говорю в романе номер один среди всех романов в огненном ангеле он говорит что собственно говоря гриппен это сгеймский там такой алхимик держит речь и но это та речь которая собственно говоря я всегда привожу в пример он говорит о магии как о просвещенности посвященности именно насчет всего цветка мироздания вот так вот это сказано понимаешь то есть вот вам такие как бы две вехи понимаешь с одной стороны вот еще раз говорю почему я стремлюсь к лоскутным знанием к тому чтобы знать отовсюду по чуть-чуть именно потому что истина как золото она крупинками разбросана и ты просеиваешь очень много песка чтобы найти эти крупинки истины и эти крупинки истины они не зависят от области человеческого знания понимаешь они не зависит от области они могут быть в любой области знания или практики понимаешь вот мы можем вдруг с тобой вот посмотреть в эту чащу а это замечательные магические леса в районе города чехов и можем там что-то увидеть понимаешь во всем то есть имеет значение что моем подходе понимаешь ты живущий есть даже такой либо фильм или книга ты живущий или я живущий и все что тебе доступно все твое общение твоя еда вот вся твоя твои предметы вокруг люди вокруг все обстоятельства все с чем ты можешь контактировать тем или иным способом каждое твое действие понимаешь это все это эти песчинки истины могут быть во всем этом в чем угодно и как говорится книги это совсем не все что как это читать это совсем не все что нужно делать безусловно сразу же на ум приходит такой как бы эксперимент а что если человек будет жить только чтением понимаешь и больше ничем то есть он вот будет мистером библиотека как у вас и пульгравий в романе гармингаст мервина пика это изумительный элитарный британский фэнтези да что будет если вот я все время страдаю что я не могу прочитать всех книг которые существуют а что будет если я бы только исключительно бы читал вот допустим с момента моего перри как меня этапировали в москву если бы я все это время допустим сидел бы в тюрьме с 2001 года вот эти 23 года ну или допустим какой-то капсуле с книгами и просто только только бы существовал в этом чтении ну во первых это физически и психически мало осуществимо но может и осуществимо конечно чтобы было это интересный вопрос интересный вопрос потому что если перебывать во всех художественных романах многие из которых очень сильные то это просто-напросто уже лютый жизненный опыт собственно говоря книги это и есть спрессованный жизненный опыт сейчас мне надо будет искать место где безопасно постоять эту грозу и ну